серьезная вещь пойдет раз постепенно вот сейчас кто-то должен включать компьютер смотрите я получаю письмо вот эта фраза я понимаю даже так такое письмо а вот это уже Мичурин сейчас сами поймете вот откуда пошло что растения при определении вырождаются меняются дальше считаю догадался отсюда Мичурин пошел даже соседству других сортов того же вида растений в этот период своей оплодотворяющей пульсой имеет очень большое влияние на форму и качество плодов нового сорта из меня и в свою сторону вот кстати посмотрите сюда родная мать не узнает посмотрите сюда родная мать не узнает видите загар появился на этом на как еще раз плохо видели сейчас идет загар а это на антоновке вот розмарина родная мать не узнает было розовое стало вот такого цвета что-то случилось страшно ничего страшного не случилось было бы мелкое зараза из-за сумасшедшего урожая было бы нормальное урожай был бы нормальный нормальный этот не засуха был бы два раза крупней и что интересно при этом до сих пор Висит, 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 мне приходилось страшно, хочу вам показать, висит, висит, уже давно минус, висит, меняют даже характеристики свои, почему я так говорю, когда я перестаю их узнавать, не узнали, что у меня богатые, не узнали, не узнали, я прошу прощения, а тут что-то полезное, что нужно послушать, здрасте. По вашей методике, я готова купить за тысячу пиццу, а как вот я сейчас могу вам узнать, на этой серии, вот прямо сейчас, вот здесь деньги, или каким образом я... Смотрите, во-первых, я вас не отключаю, но интересный момент, может быть это и бог вас посол, и так, сейчас идет вебинар, я читаю лекцию, меня слушают, так, вот, во всех кусочках, краях России, и слушают теперь ваш голос, так, но, так как вы представляете собой целый, нетронутый пласт людей, которые, вот вы сказали, мне нравится, нравится, то есть, вы уже что-то знаете обо мне, так, первые слова ваши были, так, сейчас мы сделаем так, пусть меня послушают те, кто тоже захочет что-то, ну, то есть будем считать, ага, и она отключилась, вы как жалко, может, сейчас слово позвонит, потому что я даже не успел спросить, что ей надо, посочки, семечки, или черенки, или даже, может быть, саженцы готовы, вот, ладно, специально навязываться не буду, позвонит, перезвонит, перезвонит, вот, деньги кончились, вот, а пока мы будем продолжать, и так, даже соседство других, а, может быть, постеснялась, что не вовремя, как сказать, причем, чтобы мешает нам, даже соседство других сортов, того же вида растений, в этот период свое плодотворяющее пульсо имеет очень большое влияние на форму и качество плодов нового сорта, изменяя свою сторону. Ну, если рассветить это на новом сорте, значит, эта работа была целенаправленной, например, сорт А обладает повышенной растойкостью, плюс сорт Б, который наверняка должен быть супер вкусный, может быть супер крупный, вот, вот, например, знаете, то, что я буду говорить, это все по делу, вот, сейчас у меня на балконе лежат эти самые небольшие плоды пипина шафрана, я на пипин шафрана, он был в наших местах, так, простите, только другой телефон, Алла, железо слушайте. Извините, пожалуйста, мы разговаривали с вами, у меня пропало тебя, деньги закончились, я ставлю на сеньку сейчас. Ладно, тогда, учтите, нас, нас, все понял, нас слушают, поэтому давайте так, Первый вопрос задаю я, где вы живете? Это, в Рязани. Господи, в Рязани, кто-то там, лягушки с глазами, нет, щи с глазами, нет, пироги с глазами, ладно, шутка, смотрите, вы начали спрашивать про саженцы, про косточки, семечки, именно про саженцы. Да, купить книги, а потом у вас заказать саженцы. Смотрите, это хорошо, что задали вопрос про книгам, мне лишнее, не помешает лишнее напоминание. Итак, первая книга, у меня их лично три, лично моих, есть еще с авторстью, но давно нет ее. Она осталась только на диске, стоит всего 300 рублей. Она, я могу ее выслать за несколько секунд после письма в виде, и оплаты в виде электронного, электронного книга, это будет 500 рублей, так? Вот, а бумажной уже нету. Теперь, есть еще бумажная книга номер два. Это записка зачарованного сибирского судовода, 600 рублей. И новая книга, может вы о ней говорите? Я готова за 600, мне лучше, наверное, за 600 и за 1500 еще. О, вы же садились, что 1500, вот, и так 3 и 2, 2, правильно? Потому что как-то лучше воспринимаю по книге. Вот я такой же, терпеть ненавижу с экрана. Так, все, две книги за мной. Вот, диктую вам и всем, кто меня слышит. 8-960-776-86-72. Это мой телефон. Он привязан к карте Сбербанка. Записывайте. 8, 8, да, 500 плюс тысяч, 600 плюс тысячи, 500. Плюс тысячи, 500 и плюс 100. И плюс и плюс ссылка обойдется рублей в 300. Вот, почему, потому что они очень тяжелые, они такие солидные. Получается, да, получается 2400. А дальше продолжим разговор, наверное, завтра. У меня вебинар еще будет 2 часа продаться. Понятно, а потом я могу сказать адрес, да? Да, ну, можете по WhatsApp дать все данные. Это будет достаточно. И напомните себе. Ага, хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста. До свидания. Вы будете второй. А, нет, очень многие купили за очередь книгу, чуть не сказал. Многие купили за очередь, ждут, когда ее вышлю. Кстати, сегодня я высылал еще 10 книг. Вот они. Ну, это, так, все с вами мы закончили, разговоры, да? Да, да, хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Очень благодарна вам. Вы мне, вы, это я вам благодарен, вы мне помогли. Вот, про рекламировать книгу. Очень кстати звонок. Так, с этим поговорили. Значит, 10-м я сегодня отправил книги. Матя Лыгина, Шумакова, Мыльников, Блинчиков, Шамков, Троцкий. Нет, Троцкий. Ну, ладно, примерно это потом уточню прямо на этом, на квитанции. Булыгина, Быков, Морозова, Иванов. Это те, кто, это самое, ну, Троценко мне высылает их. 7 штук выслал, я их отправил. Вот эти 10 отправил. Сейчас еще 7 прислал. Так, по маличку. Так, продолжаем работать. Продолжаем работать. Значит, соседство других сортов. Что получается? Сорт А плюс сорт Б должно получиться что-то среднеарифметическое. Пусть от одного возьмет морозостойкость. Но, может быть, тогда он возьмет еще и плохой вкус плодов. Мне приходилось встречать самые крупные плоды в моей жизни были 650 грамм. И они преувеличивают. Самый крупный в моем саду это 500-540. А в чужом саду видел этот. И вот эти 650 граммовые, где-то есть даже любительский снимок. Тогда не было этих цифровых фотоаппаратов. На весах огромное такое. Абсолютно несъедобное. То есть, получается, погнали за одним. Получили огромное плоды, но не вкусно. А почему я вспомнил пипинь шафранный? Когда они в наших краях были. Вот. Я беру, пробую в чужом саду. Чех знает, да, пипинь шафранный знает. Вот. Очень опытный садовод. Я пробую. Ну, что сказать. Твердый, как камень, лежит всю зиму. Вот. Но они потом уже взял серенки, взял у себя два привил. Выросли. А плоды были самые крупные 70 граммов. Может, некоторые до 100 граммов. А так, даже 50, даже 300. Такая мелочь. А ураги сумасшедшие. Наверное, это минус, подумал я. И потом я отрезал низкие овецколетные ветки, как меня учили. Это первая и последняя моя ошибка. Доверчивость дикая. Это было еще где-то 90-е годы. И вдруг мне присылают письмо. Меня же просят, чтобы я под ногу скрывал, так сказать. Историю. Вот. Я, пожалуйста, подробно говорю. Я получаю письмо от Чернышева Валерия Петровича. Вот. Царство его небесное. Тогда он был рой. Деятельный. Он был единственный ученый, который настолько принял меня как друга. Вот. У меня даже в этой книге, первую, которую я упомянул, есть даже глава ему посвященная. Без всяких изменений, вплоть до завитых, я взял и вот письма опубликовал. Это была моя. А потом когда-то он уже был мертвый. Когда-то из Америки его сын позвонил. Я сказал, ради Бога пришлите. Поблагодарил. Я же вспоминал часто. Я тогда сказал, ради Бога пришлите мне российский адрес. Я вышлю книгу свою под названием «Северный сад. Северный сад. Сотворение чуда своими руками». И я только когда выслал книгу его сыну, он сам-то в Америке где-то в лаборатории был, то есть ученым стал. Но я все-таки выслал ее через Саратов. И тогда только я сказал себе, я свой долг перед Чернышовым выполнил. И вот, понимаете? А он мне что написал? Он написал, что пипин шафранный лучше зимний сорт Мичурина по качеству, в виде продуктов переработки. Речь шла о чем? В первую очередь о соках. Поняли? И вот тогда я пипин шафранный-то изуважал. Я не думал, что я буду это говорить, и не подготовил фотографии. Вот тогда я понял, что надо гнаться не за этим, но я сейчас гонюсь, а за качеством. А он настолько морозостоек. Почему он мелкий такой был? Да уверен, что один из его пап или мам была как раз вот эта вот мелкоплодность. Может быть, чуть ли не какая-нибудь ранетка, которую скрестили с каким-то вкусным сортом. Вот это для чего интереса, да? И еще скажу. Царство небесное, друг, царство тебе небесное. Если бы вы знали, это он. Помните, я сказал, что я со стороны всего два совета воспринимал. То, что не сам придумал. Это он мне в письме написал, Валерий Константинович, еще раз говорю, громко, пусть я про это вспоминал не меньше двух раз. Еще раз скажу. Потому что мне противостоят и моим друзьям. Мои друзья это вот, у кого уже прекрасные сады, еще лучше мы. И вот тогда он на всю жизнь запомнил эту фразу и включил ее в книгу. Валерий Константинович, берите на прививку черенки с нижней третьей ветки. Из нижней третьей. Чем ниже к основанию ветки, тем больше в ней пластических веществ. Честно, друзья, скажу. Я и сейчас не знаю слово, что такое. Я все верю. Ну, завтра возьму в интернете, в Википедии, послушаю слово. Пластические вещества. Но было именно так написано. Чем ниже, тем больше пластических веществ. И я ему поверил. Но я не просто поверил. Я беру ветку метровую, половину, чик, верхнюю, и выбрасываю. Тут спора нет. Она же по его середине лета, верхняя часть. Я и без него бы догадался. Но вопрос, а все-таки берем от метра осталось полметра. И где самая лучшая почка? Это, это, это. Вот именно, вот черенок такой. Раз, черенок, два, три, четыре. Вот и будет полметра. Там что-то попадает под косой срез, помните? И тогда, а я же Железов. А у меня такой учитель прекрасный. Вот, Царство Небесное. А я давай вот эту, эту, эту и эту привел. Господи, ведь чем ниже, тем она толще. Может, поэтому больше пластических виситов. Вы поняли уже? Даже на таком расстоянии, вот ветка, она же, вот ниже, толще, 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 толще. Теперь мне для того, чтобы использовать то, что мне понравилось на всю жизнь, и на сто лет вперед, и детям, и вам завещаю, только улучшенная капудровка. Можно и простой, но она не так крепко держится. Получается, улучшенная. И вот когда, я же, где толще, там подвой, чуть толще надо. Так? Выше, подвой, чуть поньше, еще выше. Да, и прекрасные растут саженцы. Если даже взял вот с такой, вот видите, до меня нет. Вот с такой высоты, вот где вот. Или вот с такой высоты, вот смотрите. Но тут толще, и уже получается, разбег такой, растут два саженца. А один метр, а другой, два метра дал. Тот, который в самом низу. И он мощнее, и здоровее. Ну, и наша песня хороша, вы поняли, как ненавеяло вот это вот самое. То, что я вспомнил о том, что, наверное, вспомнил про Беген Шафрана, и чем закончил разговор. Мне Бог посылал таких друзей. Он мне сказал, одна треть берет. А я взял, и эту, одну треть расшифровал. Фух. Кто кому надо, тот меня понял. Чем ниже, тем ниже. А если бы я сразу сказал, берите, чем ниже, тем ниже. И не вспомнил бы прекрасного человека, вот, Чернышева. И не стал бы я это обосновывать. Что надо было попробовать и так, и так, и так, и так, и так, и так. Вот. И еще как бы усовершенствовать уже. Не просто надуты это, как можно ниже. А потом появился в моей жизни Латинко, который сказал, гидритативный гибрид в пределах 100 миллиметров, вот, приливки. Вот, видите, какие у меня друзья. Они не просто друзья, они выдающиеся. И когда-то, в будущих энциклопедиях, не вот эти, я потом покажу вам дебильную энциклопедию, которые эти, те, которые ни одного дерева не вырастил, а отовсюду понадергало, получают книги энциклопедии, настоящие, которые будут, благодаря мне, благодаря моим вот этим данным, будет все это рассказано и о Чернышове, и о Латинкове, вот. О настоящих ученых, от которых теперь все зависит, будущее зависит. Дай Бог здоровья, дай Бог много лет в жизни, дай Бог удачи Галины Латинковой. Дай Бог, чтобы это все не пропало. Это так важно сейчас, так важно, ребят. Ну че, я опять увлекся. Итак, соседство для высотов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин